Российско-турецкий тандем Российско-турецкий тандем Турция также скоро войдет в лихорадочную стадию И ситуация в регионе изменится Но пока мы имеем то, что имеем На первом плане повестки западное направление Это так Но очевидно, что запад входит также в наш регион И начинает устанавливать свой контроль над процессами и повестками Однако это все только начинается И угрозы все еще очень велики Но да, я согласен с вами, что на данный момент для них первоочередным направлением является именно Украина Потом также прилегающие территории Но мы должны проявить субъектность и сами себя не забыть Мы сами забыли себя Потому что возможны две Армении Даже в случае установления контроля Запада И исчезновения из региона непосредственных российско-турецких угроз Если мы не создадим национальное государство То несколько десятилетий спустя мы просто-напросто мирным путем исчезнем Будет бессодержательная Армения Которой потом не будет в качестве реальной Армении Те деятели, те круги, которые говорят, что не нужно бороться Давайте будем сидеть, ждать, пока Запад придет И урегулируют эти вопросы Являются или глупцами, или предателями Потому что никто за нас не создаст и не передаст нам Отечество Никто не будет этого делать Сколько бы мы не были близки Западу Сколько не было бы интересов у него, связанных с нами У Запада, в конце концов, есть свои интересы и заботы Да, безопасность они обеспечат Не позволят, чтобы нас физически истребили И естественно, в какой-то степени здесь будет развитие Так как проект Север-Юг должен пройти через Армению И это принесет развитие, приведет к определенному экономическому процветанию Но если мы не станем хозяевами нашей страны Нашей судьбы, нашей самостоятельности, нашего будущего То превратимся в общество лавочников и владельцев киосков Которое короткое время спустя ассимилируется в этом регионе и исчезнет Потому что регион откроется Мы тоже должны открыться Армения тоже должна открыться И если у нее не будет сил, независимости и самостоятельности Если она не будет стремиться стать частью этого меняющегося мира Повторяю, не в качестве удобрения, а в качестве актора То Армения станет удобрением Какая разница? Таким образом станет им Я повторю, это будет всего лишь с разницей в несколько десятков лет В случае российско-турецкого варианта По сравнению с вариантом вне российско-турецкого тупика В том случае, если мы не сможем создать национальное государство Для нас это экзистенциальная проблема И есть еще круги, которые пытаются какими-то просроченными идеологиями Установить в Армении повестки В подобных случаях всегда вспоминаешь Хайка Сатряна Который говорит, что мы и в этом смысле намного отстали И когда в Европе с точки зрения политических идей лето У нас еще зима Есть вещи, которым уже 150-200 лет И которые не имеют какой-либо связи с сегодняшней действительностью Тем более, они не могут быть связаны с завтрашней действительностью Очертания которой мы уже видим и понимаем Какие вызовы в ней содержатся Мы должны обладать такой степенью субъектности Чтобы суметь поймать эти волны А не оказаться под ними и утонуть Моя самая большая озабоченность Это армянская карликовость Карликовость армянской политической реальности и мысли По правде говоря, у меня нет другой озабоченности Я боюсь этой карликовости Пишите в комментариях, что вы об этом думаете Спасибо за просмотр Не забудьте подписаться на наш канал И поставить лайк этому видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok